Продолжается прямой эфир программы Доброй Райницы Беларусь. Буквально неделю назад студентка Белорусского государственного университета физической культуры спасла из воды двух мужчин. Как оказалось, она является сотрудницей Минской городской организации «Освод», боец студотряда «Матрос». И это, кстати, не единичный случай. Именно сегодня, в Международный день признательности спасателям на воде, мы рады приветствовать в студии Доброй Райницы Беларусь начальника водолазно-спасательной службы «Освод» Дмитрия Барановского. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Я надеюсь, что это утро доброе. Без происшествий пока. Дай бог. Дай бог. Действительно, дай бог. Будем надеяться, что в таком же стиле мы продолжим и в течение дня, и не только в течение сезона. Я, кстати, знаю, что у спасателей лето – это совсем не период отпусков. Совершенно верно. То есть горячий сезон во всех смыслах. То есть вы никогда не уходите в отпуск летом, вы на службе. Как правило, да. На службе спасения, конечно же, жизни. Хочется сразу, знаете, начать и поговорить, наверное, с главного, да, о причинах происшествий. И благодаря которым, точнее, вопреки которым и становятся вот участники таких вот инцидентов. Расскажите, вот что поспособствовало даже в данной ситуации, которую мы сейчас озвучили в эфире, когда девушка спасла двоих мужчин? Ну, хочется сказать, что двое мужчин, прежде всего, они были в нетрезвом состоянии. А по оперативной статистике освод у нас около 40% спасаемых были в состоянии алкогольного опьянения. То есть по-прежнему основная причина летом, да, вот таких трагических ситуаций – это то, что злоупотребляют алкоголь. В основном, да. Высокий градус, я бы сказала так. В основном, да. Так, Дмитрий, расскажите, вы же тоже спасатель. На вашем личном счету сколько спасенных жизней? Лично мной три случая спасения. Два несовершеннолетних и один, ну, взрослый, можно так сказать. Можно привести примеры. Да, пожалуйста. Нам очень интересно. Это всегда интересно. Ну, я своими словами расширить тогда сделаю. Первый – это хотелось бы… Два случая будет. Первый – это несовершеннолетний, так получилось в нерабочее время. А второй нам бонус получился в своем роде – это рыбак в нетрезвом виде был. Начнем с несовершеннолетнего. Это выехали с супругой на пляж просто отдохнуть и пошел, как говорится, ножки помочить. Стоит ребенок один, ну, среди количества отдыхающих, лет 10-12, по шею в воде. Ну, стоит, смотри. Ну, как-то вы сразу понимаете, привлекает внимание одиноко стоящий несовершеннолетний, без родителей. А у вас профессиональный взгляд, вы сразу включите опасность. Ну, уже как бы, наверное, да. Вот. Все. И разбегается мужчина с берега, где-то около центнера веса, и создают волну. Малыша накрывает волной, волна сходит, малыш уже по уши стоит, один нос вот так вот торчит. Так. Вот. Но дело в том, что инерция-то продолжает его нести на глубину. Ну, выхватываю, на берег все, слава богу. Это первый случай. Второй случай, это при работе еще в МЧС, был вызов на Чижовское водохранилище. Требуется помощь рыбаку, перевернувшемуся в лодке. Как оказалось, у него нога застряла внутренней стороны перевернувшейся лодки в веревках. Все, не раздумывая, нырнул, поплыл за ним, схватился, стянул к берегу. Ну, что-то чувствую, понимаете, то есть мы издаем с манекенами зачеты. Нормативы, да-да. Да, не то что-то. Что-то слишком тяжело. Очень тяжело, я бы даже сказал. И что оказалось у него? Ну, более-менее, ну, дури хватало, то есть, извините, да. Спасительный берег. Его вытаскиваем, начали подтягивать лодку. Но почему-то, как оказалось тяжело, был камень в виде якоря. То есть вы с собой еще и камень взяли. Получается, да. Ну, слава богу, все обошлось. Но человек не поблагодарил, был в состоянии алкогольного опьянения. Сказал только, что меня жена ждет, и ушел. Ну, слушайте, ну он в стрессе был, понятное дело, может быть, благодаря этому случаю, он больше никогда не полезет в водоем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Я надеюсь. Слушайте, ну мне понравилась фраза, Дмитрий, которую вы произнесли. Я, не раздумывая, сразу пошел спасать человека. То есть, я так понимаю, что вы 24 на 7, ходите где-то в отпуске находясь, вы все равно находитесь на работе и ищете везде опасность. Где кого спасти, кому помочь. Ну, знаете... Не хотя, даже порой, может быть, и не хотя, будем честны, но тем не менее так получается. Ну, скажу так, что люди, которые проработали энное количество в какой-то структуре, уже становятся фанатами своего. Да. И вот, как бы, здоровый и грамотный фанатизм, он сыграет все-таки роль. Он берет какую-то силу над разумом. Но, учитывая свою подготовленность, каждый спасатель, учитывая быстродействие оценки ситуации, он может предпринять какие-то... У него опыт, у него профессионализм за спиной. То есть, человек, который на пляже, который не связан с этим, ну, ему надо прежде подумать, прежде чем что-то сделать. Да, оценить ситуацию, да. Совершенно. С более какую-то историю с мальчиком, которого вы спасли, да. Кто-то, возможно, даже те же родители, находясь на берегу, думают, ну, все же нормально, он у нас в зоне видимости находится, малыш. Все будет хорошо. А у вас другой взгляд на эту ситуацию. А вот мне интересно в данной ситуации, просто вы рассказали, особенно в первом случае, что вы были с супругой, вы отдыхали и так далее. Вот как семья относится к этой профдеформации, в хорошем смысле этого слова, когда фанатизм все-таки он превыше всего? Ну, скажу так, дети гордятся папами, супруги и родители волнуются. Переживают. Вот и вся формула семейного счастья. Вот так. А вот ваши дети что говорят? Пап, мы хотим быть как ты, мы пойдем в спасатели? Нет, у меня дочка, она хочет стать врачом. Ну, слушайте, тоже спасать жизнь, да? Ну, в принципе, своего рода, да. Ну, конечно, работа у вас сложная и очень важная. Вы вот так за кадром заметили, что это лето получается более жаркое, чем предыдущее, да, оттого и инцидентов таких намного больше. Давайте... С этим вопросом. Да, обратим сейчас ко всем тем, кто обожает отдых на водоемах. Почему важно не создавать спасателям много работы? И самое главное, что нужно делать, когда ты отдыхаешь у молодой? Прежде всего, если человек сторонний, да, видит ситуацию, оцените, оцените ситуацию. Оцените свои возможности. Потом надо вызвать обязательно, ну, это уже алгоритм известный, служба спасения 1112, либо позвонить по тем номерам, которые у них перед глазами на стендах, на кабинках для переодевания. Там обязательно должны быть телефоны спасательных станций. Я знаете, что однажды общалась с женщиной, которая тоже принимала участие в спасении, просто оказавшись в такой ситуации, она говорит, в эту минуту ты даже не можешь телефон вообще никакой вспомнить. Хотя кажется, говорит, в обычной жизни ты все эти номера знаешь. Поэтому действительно очень важно, чтобы вот висели указатели с номерами телефонов, чтобы в любой момент, просто не думая, ты просто набирал номер и действовал. Я так понимаю, что время же работает в эти секунды против того, кто... Совершенно верно. Вот почему надо указать именно на двух, на трех, на четырех рядом стоящих людей. Ты, 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 ты. Набирайте, вызывайте. И вот почему важно вас приглашать в студию Доброй Ранницы Беларуси, чтобы в ближний раз об этом говорить. Спасибо большое за приглашение. Спасибо вам большое, что вы уделили время с утра пораньше для того, чтобы поговорить о важном, скажем так, о жизнях, которые потенциально сохранены благодаря нашему сегодняшнему эфиру. И буквально пару секунд у вас на поздравления коллегам с сегодняшним профессиональным праздником. Спасибо большое за предоставленную возможность. Уважаемые спасатели, уважаемые друзья, товарищи, поздравляю вас с Международным днём спасателя на воде. Счастья, здоровья, ну и терпения в нашем нелёгком труде. Дмитрий, правильно это вот сказали, что друзья-товарищи, потому что люди, которые занимаются таким делом, мне кажется, вы потом в жизни тоже очень сильно сплочены и дружите в буквальном смысле, проходя через такое. Совершенно верно. Мы же вам пожелаем поменьше работы, как бы это странно не звучало. И напоминаем, в гостях у нас был начальник водолазной спасательной службы «Освод» Дмитрий Барановский. Желаем хорошего дня. Желаем хорошего дня.